С 1 января 2018 года 5 контрольно-надзорных органов, включая Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию, будут работать по новым правилам. Ведомство переходит на так называемые чек-листы. Проще говоря, документ, который структурирует и сводит все требования сферы контроля надзора воедино. За основу взята система чек-листа из области авиации. Есть разные мнения, разные моменты на состав этих чек-листов. Есть опыт. Допустим, если мы возьмем чек-листы российские и казахстанские, то мы увидим, что казахстанские гораздо проще. И, конечно, безусловно, это важно. Но с другой стороны, когда мы анализируем эти чек-листы, мы понимаем, что есть некоторые моменты, недодуманные до конца. Чтобы изменить существующие требования на федеральном уровне, в регионе создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители бизнес-сообщества, юристы, руководители органов власти, а также федеральные эксперты. Вместе, в частности, они должны будут доработать новую систему чек-листов. Накануне состоялось первое заседание рабочей группы под председательством губернатора Сергея Морозова. Мне представляется интересное предложение. Мне представляется, что это даст нам возможность не только здесь, в Ульяновской области, снять эти все избыточные и противоречивые требования, но, с другой стороны, помочь нашим коллегам из окров власти других субъектов Российской Федерации, представителям бизнес-сообщества других территорий Российской Федерации, и, пройдя по нашей дороге, используя наши наработки, получить замечательные практики. На совещании группы экспертов отчиталось о плодах совместной работы. Первыми, на ком рабочая группа испробовала проект будущих чек-листов, стали заведения общественного питания. В частности, проверку на соответствие всех критерий документа проходила столовая областного правительства. К слову, только Роспотребнадзор выдвинул 220 пунктов в соответствии высшему качеству. Мы проанализировали ряд требований, и они указались многие устаревшими, либо избыточными. Часть требований дублирует функции другого контроля надзорного органа. Это касается условий оценки труда. Например, одной из излишних требований, по мнению экспертов, является обязательное наличие окна, то есть попадание естественного света на стол работника кухни. Здесь не учли ни особенности размещения заведения, ни элементарных законов природы. Еще один пример. Каноны чек-листа гласят о необходимости учета поголовья грузунов. Но все эти неурядицы не мешают новому документу, на который сами предприниматели возлагают серьезные надежды быть доработанным до конца. Я принципиально за актуализацию норм, за то, чтобы эти изменения решали задачу не только регулирования государства, но и задача бизнеса, потому что, как наши государственные деятели говорят, что бизнес – это корова, которая, собственно, кормит, малый бизнес – корова, которая кормит государство. Но мне бы хотелось, чтобы эту корову, по крайней мере, не держали в клетке и позволяли, в общем-то, действительно зарабатывать, развиваться. Сейчас приказ, который утверждает чек-лист, не прошел регистрацию в Министерстве юстиции. До Нового года рабочая группа Ульяновской области внесет аргументированные предложения по реформированию системы контрольно-надзорной деятельности во всей стране. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.